Появление хронических заболеваний почек и, как следствие, к отекам, повышенному артериальному давлению. Если употреблять слишком много молочных продуктов, существенно увеличивается вероятность развития мочекаменной болезни. Кроме того, стоит упомянуть про бананы и авокадо. Употребление слишком большого количества данных фруктов может быть опасным в связи с содержанием в них калия. Избыток калия, так же, как и натрия, тяжело выводится из организма. В результате это может привести к проблемам с работой почек, мышечным сплазмам и проблемам с работой сердца. Врач назвал продукты, которые опасно добавлять в кофе. По словам специалиста, смешивание алкоголя с кофе повышает риск инсультов, инфарктов и повышенного давления, так как такой тандем приводит к спазму сосудов. Дело в том, что кофе и крепкий алкоголь по отдельности меняют частоту сердечных сокращений, а их тандем повышает риск возникновения мерцательной аритмии, сердечно-сосудистой недостаточности, блокад и экстрасистолии. Кроме того, возникает риск образования почечной недостаточности и язвы желудка. Вообще мало кто задумывается над тем, что алкоголь угнетает центральную нервную систему, а кофе, напротив, стимулирует ее, из-за чего появляются психоз и невроз. Это не проходит бесследно, потому что начинаются проблемы со сном и нарушается ориентация в пространстве. Существуют необычные проявления, связанные с диабетом. Например, высокий сахар в крови может спровоцировать развитие заболеваний дюсен. Некоторые эксперты указывают на то, что диабет может ухудшить парадонтит, который может быть фактором риска повышенного уровня сахара в крови. Исследования также показывают, что повышенный уровень сахара в крови способствует росту микробов и нарушает иммунную реакцию организма, что может вызвать бактериальные и грибковые инфекции. Большинство людей, у которых только начинается диабет или кто уже получил диагноз, также жалуются на постоянную усталость. Их организму приходится тяжело работать, чтобы усвоить все поступившие сахара. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!